Доброго воскресного дня, дорогие во Христе братья и сёстры! Сегодня мы с вами поговорим о христианской этике. Разберём её основные положения. Когда мы говорим о вере, о воспитании человека в религиозных учениях, то часто сопровождаются слова такими выражениями, как мораль, как нравственность, как духовность. Пару слов скажем об этих понятиях. Мораль, моралис от латинского, термин, который введён цицероном. То есть принятое в обществе представление о хорошем, плохом, о добре и зле, о правильном и неправильном. Русское слово «нравственность» происходит от слова «нрав», употребляется как синоним морали, как некие правила, которыми человек руководствуется в своём выборе. Христианская этика — это нравственное учение христианства, которое определяет моральные ориентиры человеческого поведения. Источник христианской этики в первую очередь — это учение Господа нашего Иисуса Христа, учение апостолов, учение святых отцов. Христианская духовность — это жизнь с Богом, проявление Духа Божия в человеке. Обратим наше внимание на то, что понятия нравственности и духовности неравнозначны. В Библии сказано, закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Вот профессор Московской Духовной Академии Осипов Алексей Ильич в своих беседах нравственности и христианства замечает, что, как правило, в светском обществе понятия этика, нравственность, духовность, они равнозначны. Но на самом деле это не так. Человек может быть нравственным, но он может быть недуховным. Надо еще разобраться, что движет человека, какая цель его поступков. Ну, к примеру говоря, вот благотворительность. Вроде бы, несомненно, замечательное нравственное дело. Моральный поступок, высоко моральный. Хорошее дело. Но духовный ли? А вот тут надо разобраться. Человек может двигать жажду власти, стремление получить чувство морального удовлетворения, превосходства, получить, к примеру говоря, голоса на выборах или определенное количество похвальбы, то есть некая гордость, тщеславие. А человек может совершать добрые поступки, кому-то жертвовать ради Христа. Вот наглядный пример. Это притча о мытаре и фарисее. Фарисей все выполнял, но ушел осужденный. По какой причине? По причине своей надменности. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Написано в Священном Писании. Человек может себя вести прилично, чтобы не ударить в грязь лицом, чтобы, как говорят, не было стыдно перед соседями, перед людьми, родственниками. И здесь вот нам надо отличать этот немаловажный момент. Поэтому, дорогие друзья, постараемся быть не просто нравственными, но и духовными людьми. И совершать наши добрые поступки не ради похвальбы, не ради какой-то, скажем так, тщеславия, да, а ради Христа. И вот обратим также наше внимание на то, что часто люди вопрос задают. Батюшка, объясните, почему, вот как так? Я вот так всей душой к человеку, да, и к нему хорошо отношусь, а он в ответ мне, там, или равнодушен, или даже наоборот еще противится и злится. И вот там надо помнить о том, да, что по духовной составляющей нас это беспокоить не должно. Мы должны помогать человеку ради Бога, а не ради какой-то выхода. Сам Господь бы говорит, что какая польза вам, если вы делаете добро тем, кто и вам делает, да, или, там, допустим, взаимодаете тем, кто и вам дает. Тут большого пользы нет. И наоборот, когда человек помогает и в ответ ничего не получает, вот как раз таки, что интересно, вот с этой позицией, да, это особо ценно перед Господом, что человек не наградил, Бог наградил. Обратите наше внимание, что огромна роль христианства в формировании традиционных, духовных и моральных ценностей нашего народа. Вот особенно церковь играет огромное влияние на детей. Вот мы многие не задумываемся, а ведь дети, они с детства, что в них заложено, то потом проявляется. Для родителей церковь, это, скажем, ближайшее подспорье и ближайшая союзница в воспитании детей. Вот обратите наше внимание на то, что вообще христианство человеку дает огромный духовный план. Почему? Потому что, допустим, по учению церкви мы с вами должны подражать Христу. Господь Бог говорит, будьте совершенны, как и я совершенен есть. А подражать Христу это непросто. Его вере, Его любви, Его отношение к ближним. И нам надо помнить, что человек должен руководствоваться, если он считает себя христианином, евангельскими заповедями в своей жизни, в своих поступках. И понятно, что мы до конца не уподобимся Богу. Но потихоньку нам надо идти по пути в этом направлении. Здесь есть разница и отличие от язычества. Какое? Вспомним жизнь, к примеру говоря, олимпийских богов. Почитайте мифы Древней Греции. Как боги хитрили, обманывали, как они друг другу изменяли, развратничали, убивали, наказывали там друг друга. И на этом фоне люди вроде бы как бы ничего. Им может сработать, так сказать, такая психология. Ну раз богам можно, так я же не бог, так что и мне же позволено пошалить. Не в этом, кстати, говоря ли сейчас причина того, что у некоторых молодых людей присыпается нездоровый интерес к язычеству, к неокультам. Христианство же дает человеку, если так выразиться, прививку от вредности. Она помогает воспитать человеке страх Божий, боязнь прогневать Бога, боязнь повредить себе. вот в свое время семья по долгу своей службы был тюремным священником. Десять лет я посещал тюрьму, встречался с заключенными и людьми, которых мы называем малолетки, то есть несовершеннолетние преступники. И мне казалось, что ну это мол дети, которых нету родителей, или из детдомов, там росли без надзора, ничего подобного. В действительности подавляющее большинство у них есть родители, которые их обеспечивали, о них заботились. Но мне другое бросилось в глаза. У 99% отсутствовало малейшее религиозное воспитание. То есть люди путали понятие воспитания и понятие содержания. Все начинается с малого. Если человек не верит в Бога, то у него можно, может создаться впечатление, что все может. Как Достоевский говорит, без Бога все может. Украл, к примеру, ручку, учитель не увидел, сошло. Потом украл мобильный телефон, дядя милиционер погрозил, директор вызывал, опять сошло. И в результате человека создается иллюзия безнаказанности. Чем это заканчивается известно. И тюрьмой, или призвременной смерти. А человек, который религиозен, он помнит о том, что человеку, если кто-то что-то не увидел, невозможно, Богу все возможно. И если человек не заметил, то Господь видит все. И поэтому он человека может и наказать. И это может быть издерживающим фактором. Мир так устроен, что людям неизбежно, в том числе нашим детям, приходится сталкиваться со злом, с негативом. И очень важно, чтобы наши дети особенно умели отличать доброе семя от плевел. Пока ребенок еще маленький, тут проще, да, наругался, запретил, дал ремня в крайнем случае. Но дети растут, вопросы задают, почему это можно, а почему это нельзя, почему нельзя пить, почему нельзя курить, почему нельзя гулять. А вот некоторые там старшеклассники или одноклассники даже это делают, и даже еще и хвастаются, и кичутся, этим, какие они крутые, какие они взрослые и современные. Здесь одним словом, что это некрасиво, это нельзя, ли я тебе запрощаю, мы не обойдемся. И здесь церковь объясняет, почему нельзя, так как грехи, пороки ранят душу и вредят самому человеку. Когда мы говорим о христианской этике, об учении Господа нашего Иисуса Христа, то неизбежно мы сталкиваемся с таким понятием, как заповедь. И здесь мы немножко коснемся, что же такое заповедь. Заповеди даны для того, чтобы человек стал счастливым. Человек мечтает о счастье. Это его естественное стремление. Быть радостным, нести радость, создать счастливую семью, иметь любимое занятие, достойный уровень жизни, как-то состояться в этом мире. Не всем это удается, но еще более печально, когда человек сам разрушает это счастье, делает все, чтобы не быть счастливым человеком. Каждый человек обладает разумом, свободной волей, которая, тем не менее, ограничена определенными нормами, правилами и законами. Эти нормы и законы действуют помимо нашего желания, хотим мы этого или нет. В мире всегда существовали определенные правила, законы, так называемые эталоны для его гармоничного развития. Законы физики, законы химии, медицинские нормы. И эти эталоны действуют во всех частях земного шара одинаково. Как говорил один из известных французских ученых Андре Пуанкаре «Закон природы есть наилучшее выражение гармонии мира». Что было бы, к примеру, если каждый человек сам бы для себя определял такие понятия, метра, как секунды, как веса, наступил бы хаос, решение никаких задач не было бы возможным. Незнание этих правил не освобождает от ответственности. К примеру говоря, мы можем не знать закон всемирного тяготения, но мы ему подвластны и не можем летать как птиц. Если человек ведет аморальный образ жизни, к примеру, сильно пьет, он ставит под удар свое здоровье, у него могут отказать органы, почки, печень. Если на тасформаторной будке написано «не влезай убьет», конечно, человек может влезть. Как говорят, возле каждого столба не поставишь медицинера. Но лучше не лезть, потому что иначе кто виноват? Человек сам виноват. Если игнорировать основы правила безопасности, любые, недалеко до беды, такие же законы существуют и в духовном мире, и мы их называем заповедями. Вот о заповедях Божьих мы с вами поговорим на протяжении нескольких наших следующих встреч. Сегодня мы с вами расстаемся. Всем вам желаю Божьей помощи. Помогай вам всем Господь. Господь.